В магазине hotgame.ru вы можете приобрести игры по самым низким ценам. GTA V за 199 рублей, Battleground за 149 рублей, CS GO всего лишь за 99 рублей. Эти и многие другие игры ты сможешь приобрести по ссылочке в описании. Нихуя тебе! Ну что ж, всем привет! Быстренько расскажу новости этого канала, что да как тут обстоит. Азот сейчас занят и у него нет времени заливать сюда ролики, поэтому поручил это мне, на что я, собственно говоря, согласился. Меня зовут Саня ГТАшник, поэтому будем знакомы. Начнем с обзора на самый популярный мод в МТА, сейчас это PUBG, который в свою очередь взят с оригинальной игры и перенесен в GTA. Сервера с этим модом сейчас занимают лидирующие строчки по онлайну в МТА. Ну, а на этом канале еще не было данного обзора, так что поехали! И игра начинается вот с такого вот меню, в котором мы видим всего лишь два элемента. Это большую кнопку играть и модельку нашего персонажа, который похож на какого-то мафиози. Ну, и, собственно говоря, у нас всего одна кнопка, поэтому выбирать не приходится. Нажимаем и пробуем играть. И вот мы видим, что написано, что осталось уже 20 секунд, и через 20 секунд начнется игра. В это время присоединяются другие игроки, и уже, представьте себе, 70 игроков с нами на сервере, которые будут сражаться. Объясняю быстренько, что такое мод PUBG и Battle Royale. На этот остров падает 100 человек, и нам нужно остаться самым последним и выжить любой ценой, собственно говоря, убив остальных противников. Ну что ж, выберем место, куда мы будем спрыгивать, и я выберу что-то, наверное, ближе к центру. Вот куда-нибудь вот сюда вот спрыгну, чтобы было побольше людей, возможно, чтобы были какие-то сражения. Первым делом нам нужно найти какие-то здания, чтобы поднять себе оружие, потому что противники, как говорится, не дремлют. Ну вот и все, игра началась, мы упали на остров, теперь нам нужно найти какое-то оружие, чтобы убить других противников. Но я ничего пока не вижу. Ну же, ну же, дай мне какое-нибудь оружие, мне нужно оружие. Конкуренты бегают уже с пушками, нет, тут мне не полутаться, придется и бежать в другое место. Похоже, это симулятор бега, а не мод PUBG. Наконец-то, наконец-то, я нашел оружие, я нашел М-ку и прицелы, и Х-4. Все, ребята, сейчас пойдет жара. Наконец-то, я нашел оружие и начинаю двигаться. Вижу первого противника. И убиваю его. Неплохо. Сейчас я могу поднять его лут, после него остается вот такой вот ящик. Собственно говоря, сейчас я у него все заберу, все, что у него было. Вот, маски, портфели, каски, аптечки, сколько всего, молодой человек. И выпью энергетик, чтобы пополнить свои хитпоинты. Вот такая вот броняна мне появилась, теперь я более защищен, чем был ранее. Теперь у меня есть шлем, бронежилет и пушка. Постоянная опасность, знаете, вот бегаешь себе так, и тебя могут убить в любой момент какой-нибудь человек. У меня уже одно убийство, 47 осталось. Мне нужно быть в круге, чтобы, как бы, зона меня не била. Если бы я был где-то там, меня бы начала бить зона. Нужно быть в круге, чтобы тебя не била зона. Постепенно, даже если вы там, все игроки смещаются в одну зону. Ну, я никого не вижу пока, так что я не знаю, что мне делать. Возможно, мне стоит поискать какой-то автомобиль. Кто-то едет на мотоцикле, возможно, он сейчас меня... А, это не мотоцикл, он бежит. Так, 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 только не убивай меня, только не убивай меня. И куда он делся? Мне теперь страшно, где он? Так, куда делся мой противник? Я видел там кого-то. Его уже убил кто-то? Какой-то опасный парень. Ой, я вижу, вижу, вижу кого-то. Так, теперь сейчас он выйдет, я перелезу и убью его. Он же меня не видит, правильно? Давай, 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 спиной. Перелазь. Не! Я забираю второй килл. Парня забрал, видели, как профессионально. Двигаемся к трупу. Так, что у тебя есть? Третья каска, ого. А что еще, болик? Ого. Итак, я пока в зоне. Я уже убил двух человек, я себя неплохо чувствую. Здесь меня пока никто не убьет. Вот это опасная игра, получается, интересная. Ой, я взял себе сковородку. Кстати говоря, сковородка защищает от пуль. Но мне все равно нужна машина. Где-то нужно взять машину. Мне... Потому что без автомобиля очень сложно передвигаться. Сейчас, например, зона прыгнет дальше, она сузится. То есть, видите, вот синяя зона, она потихонечку приближается сюда. И скоро меня даже догонит. Поэтому мне нужно машину где-то взять, чтобы двигаться в центр куда-то. О! О! Вот и машина! Капец, то сколько людей. Я за укрытие встану. Можно присесть вот так вот, да. Там в поле вижу много людей. Где-то была только что машина, я могу ее отжать. Но я уже еще одну. У машины стоит парень. Как же он профессионально майнсится? Но я все равно его забираю. Еще был один на поле где-то. Я его уже потерял. В принципе, можно забрать сейчас машину и попробовать поехать куда-то ближе к центру. Что у тебя было? А ну давай сюда, все. Аптечка. Броник третий. О, жара, ребята. Просто жара. Итак, все, зона уже сдвинулась. Вот сюда теперь нужно ехать. Вот сюда ставлю меточку себе, чтобы не потеряться. И отправляюсь в зону. У меня уже есть автомобиль. Я сделал 3 кг. Нормально так подлутался. Ой, оказывается, это не ломается. Надеюсь, что машина не взорвется. А потому что она уже дымится, я не хочу взорваться. Неплохо было бы найти еще одну машину. Где-то был в поле еще человек. Я боюсь, что сейчас он на меня прыгнет и начнет стрелять. Надеюсь, что нет. Так, ладно, все, двигаемся в зону потихонечку. Боня! Только не перевернись! Вперед! Ну и все. Собственно говоря, я хотел сказать, что мы в зону заехали. Нет! Нет, куда? Нет! Не-не-не-не-не-не-не! Убегай! к сожалению меня убил даже не игрок я сам себя убил взорвавшись в автомобиле в этот раз мы играем за злобного гения доктора который придумал секретные вирусы по истреблению других противников ладно несу уже какую-то чушь нажимаем кнопочку играть и пошла жара люди начинают присоединяться все друг друга колотят и все не понимать что происходит кто куда что зачем что за люди вы кто повар а я не повар я ученый и вообще я могу сделать опасный вирус кто ты такой твои бургеры вообще ничего не решает в этой жизни тут полицейский своба твои биай лучше не связываться туда-сюда прыжок и мы прыгаем с самолета и снова отправляемся в какой-то непонятный неизвестный город итак мы упали и направляемся вот к тому городу я не долечу скорее всего придется бежать пешком нет-нет-нет-нет-нет только в этот раз мы играем за боксера теперь ты уж точно если даже у нас не будет оружия мы отбоксируем чью-то голову ну что теперь кто тут я тут боксер теперь кого он это прописать иди сюда ты кто ну сюда подошел кому тут боксерскими перчатками украсить личико а кому тут украсить личико тебе ты ученичек задротик ладно все полицейских не трогаем по любви куда летит наш самолет в далекие края ладно все мы попадаем в этот город в надежде найти какие-то пушки убить наших противников это месть боксера месть боксера нашим врагам то очень много людей падает поэтому сейчас сразу же начнутся какие-то перестрелки экшен и все в этом духе и начинаем искать лут у домиков возможно что-то будет и тогда у нас появился пистолет а как теперь мне выйти отсюда я в каком-то закрытом пространстве ну попасть нереально с такого расстояния да я кого-то убил так появилась каска отлично юм каска уже что-то есть а мне когда перестрелка хочу то ворваться и помочь а в м а в м а в м можно забрать и в м но на этом все наш обзор заканчивается игра классно перенесена в gta очень отлично что есть всякие мелочи вроде бронежилетов транспорта зоны там прицелов даже аэрдропы есть но на этом видео не получилось их поймать в целом понятно почему она так популярна играть было увлекательно и интересно надеюсь ролик вам понравился и вы весело провели время не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал а на этом все всем пока увидимся в следующем видео